день добрый с вами смирнова ирина и сегодня мы будем планировать нашу работу на дальнейшие наши взаимоотношения в сети вот смотрите первое что хотела сказать это то что я буду делать очень короткие видео то есть не более 15 минут так как возникли проблемы у людей люди не могут просмотреть обрезают видео концовку поэтому может быть немножко сумбурно но мы будем ставить с вами задачи буквально на каждый день сегодня у нас с вами постановка задачи на субботу и воскресенье суббота воскресенье у нас выходной но это такие относительные выходные будут потому что все равно у нас будет работать итак давайте сейчас подведем итоги этой нашей недели и поправим некоторые моменты но первый момент это в результате того что мы начали работать и в результате того что многие осознали и увидели своего целевого посетителя и поняли что немножечко направленность блога идет не в ту сторону у этих людей возникла паника они писали они продвигали свои статьи они старались и выяснилось что идут они оказывается немного не туда так вот давайте мы с вами договоримся никаких статей со своего блога вы не убираете эти статьи уже ваша так сказать уже уже такой задел и пусть это будет не так темы не пугайтесь вы сейчас просто поменяйте немного направления не удаляйте не закрывайте от поисковиков они уже проиндексирована у вас поэтому просто оставляете все эти статьи и переходите немножечко в другое направление вот это сейчас очень важно второе мы с вами должны привлечь посетители посетители мы можем привлечь ни в коем случае не искусственным способом а только естественным а естественный способ это в первую очередь хорошая подача информации на вашем блоге поэтому сегодня мы с вами должны решить что мы продвигаться будем социальных сетях на бесплатных площадках и так далее но в первую очередь мы продвигаться будем статейным продвижением то есть мы с вами должны писать постоянно статьи как выбрать статьи как выбрать то направление которое у нас должно быть приносить нам самое большое количество посетителей один из способов которые сейчас покажу и это в основном относится к тем посетим к тем блогам которые не меняют своего направления у которых ну вот уже все обдумано все решено и они шли к своему целевому посетителю и рассылку у них инфопродукт у них будет именно на эту тему вот посмотрите если вы зайдете к себе во все записи на блог и увидите все свои записи то посмотрите вот здесь у нас с вами показаны комментарии обратите внимание на те статьи на те рубрики у меня здесь крях какой-то прошел не могу убрать вот этот вот вот эту рубрику почему она проскочила здесь не знаю то есть посмотрите на те рубрики на те статьи которых больше всего комментариев обычно всегда люди оставляют большое количество комментариев по волнующим темам тем темам которые их интересуют вот вы пишите эти статьи посмотрите какой какой они рубрики у вас находятся обратите внимание продумайте посмотрите посмотрите чтобы вот эта рубрика совпадала с вашим с вашей рассылкой с тем что вы наметили для дать для своего целевого посетителя вот если у вас это все совпадает это просто классно это значит все пройдет замечательно вперед значит вот это вот ваша задача на субботу воскресенье у тех у кого еще не выложилась такая вот четкая позиция по поводу целевого посетителя но вы уже понимаете что ваш целевой посетитель находится немножко в стороне от вашей тематики вы будете поправлять эту тематику значит ваша задача сейчас очень четко продумать рубрики такие рубрики чтобы эти рубрики были у вас вот практически по тем словам помните мы на первом занятии говорили о том что мы смыкаем проблема целевого посетителя с той ценностью которую мы даем этому целевого посетить у нас вот эти вот слова по четвертому пункту первого занятия мы должны были их замкнуть едиными словами вот эти вот слова практически должны вылиться в название ваших рубрик то есть вот если рубрика будет привлекать внимание человек вы понимаете что вот это ваша ценность а вот эта проблема вашего посетителя и вы можете назвать его практически одним словом вот вам уже готовое название рубрики если это проблема у человек, он увидит у вас название такой рубрики, то естественно, он в первую очередь пойдет смотреть эту рубрику. Естественно, она будет его больше всего интересовать. Естественно, ваш целевой посетитель пойдет туда. Это значит, трафик целевого посетителя у вас будет постоянно увеличиваться. Вот на этой неделе мы с вами практически выстраиваем такое отношение, будущее отношение с нашими целевыми посетителями. То есть вот очень важные моменты, вроде как-то разговоры-разговоры, но моменты эти очень и очень важны. Сейчас нужно вот очень четкую цель определить, вот куда полетит ваш блог, вот куда полетят ваши статьи. И как только вы выберете рубрики, как только вы поймете, на какую тему вам надо писать, составляйте приблизительный план статей. Оптимальный вариант, самый интересный вариант для любого посетителя, я имею в виду любой тематики целевого посетителя, это когда тема идет в развитии. Вы начинаете какую-то тему и постепенно ее развиваете. Тогда ваш посетитель будет ждать последующих ваших публикаций. И вот это для нас очень и очень важно. Мы задачу ставим не только привлечь целевого посетителя, но и оставить в ядре своего блога этих целевых посетителей. Значит, вот эта задача у нас стоит номер один сегодня. Это суббота, воскресенье, надо все вопросы решить. И дальше мы начинаем работать. Теперь давайте посмотрим, сколько раз мы будем публиковать статьи в неделю. Чем больше публикаций статьи, тем лучше. Но не в ущерб качеству статьи. Если вы понимаете, что у вас пока еще качество и оптимизация немножечко прихрамывает, то есть она еще у вас не в пальцах, то значит не спешите. Но поставьте себе такую рамку, что надо все-таки публиковаться пару раз в неделю. Вот два раза в неделю вы себе оставите статьи, ставите статьи в план. Вот и постарайтесь делать такие публикации. Если у вас уже на блоге более 80, 70-80 статей, то тогда вы имеете право публиковаться один раз в неделю. То есть человек, который пришел к вам на блог и у него вот у вас уже там, ну я имею в виду, что это те блоги, у которых целевая посетительная, уже целевая аудитория, уже конкретное и уже четко выстроенное отношение, то они уже просто будут ждать очень качественных ваших интересных статей. А поучиться у них в 70-80 статьях уже есть где походить и что-то посмотреть. Вот значит, если у вас менее 70-80 статей на блоге, значит, вы должны спланировать себе минимум две статьи и помнить, чтобы эти статьи публиковались не в ущерб качеству этих статей. Так, это второй момент, на который нужно обратить сегодня внимание. Третий момент. Я дала вам задание опубликовать в комментариях на страничке свои аккаунты. Аккаунты социальных сетей. Нам очень нужно и очень важно сейчас присоединиться друг к другу ко всем аккаунтам. Сделать это надо исключительно для того, чтобы аудитория людей, которые есть у каждого из вас, практически была присоединена опять же к каждому нашему члену группы. Со следующей недели, вернее, на следующей неделе я создаю группу, нашу группу на Facebook. И мы начнем с вами групповое продвижение. Сначала эта группа будет у нас закрыта, а потом, когда мы уже отработаем, вот у нас все будет от и до, тогда мы ее откроем и будем привлекать к себе в эту группу людей. Но для того, чтобы у нас было распространение вирусная информация о наших блогах, нам нужно, чтобы как можно больше у нас было друзей. Будьте аккуратны при прибавлении друзей в Facebook. Вот сейчас вы просто кликаете нравится и отсылаете там запросы на присоединиться. Имейте ввиду, что Facebook может вас заблокировать, если вы начнете просто бездумно кого-то приглашать. Поэтому повнимательнее, аккуратнее сейчас вот за субботу воскресенье аккуратненько пройдитесь по всем социальным сетям, по всем ссылочкам и сделайте, присоединитесь друг к другу. Это в обязательном порядке надо сделать. Итак, вот видите, у нас три больших задачи на субботу воскресенье. Повторяю домашнее задание. Значит, первое, мы с вами присоединяемся к аккаунтам. Второе, мы продумываем и составляем план статей, предварительно проанализировав рубрики. И третье, третье, у меня к вам вот такая просьба. Понимаете, я вчера села и стала работать с этой группой. Я решила уже ее, ну, создать. И вдруг выяснилось, что я, ну, не могу придумать интересное название группы. Вот, я хочу вас попросить подумать, как мы назовем эту группу. Во-первых, давайте обсудим. Цель группы будет такая. Цель группы у нас это взаимная помощь по продвижению наших блогов. Целевая аудитория у нас практически любой блогер, ну, такой ответственный блогер. То есть, мы, не важно, какая тема блога, важно, что мы с вами будем друг другу помогать продвигаться. Вот, как назвать такую группу, чтобы, когда люди нас увидят в открытой группе, у них появилось желание к нам присоединиться. Назвать просто продвижение, как-то вот, ну, не знаю, ну, что-то не могу никак придумать. Я знаю, что вы все люди творческие, ну, подскажите мне, пожалуйста, в понедельнику, чтобы я в понедельник, вторник уже сделала эту группу, и мы начали уже с ней работать. Ну, вот, пожалуй, все. Могу сказать только одно. Я очень рада тому, что вот так активно все взялись за работу. Очень приятно и очень, ну, будем говорить так, окрыляет, что все-таки мы с вами идем вперед. Даже вот то, что мы уже сделали, это уже движение вперед. Итак, удачи всем до понедельника. Продолжаем работать. Всего доброго. С вами была Смирнова Ирина.